Марк Тулей Цицерон. Родился 3 января 106 года до нашей эры, умер 7 декабря 43 года до нашей эры. Древнеримский политический деятель, оратор и философ. Будучи выходцем из незнатной семьи, сделал благодаря своему ораторскому таланту блестящую карьеру. В качестве консула подавил антисенатский заговор Кателины, получив в виде признания своих заслуг, почетное звание Отец Отечества. Впервые в истории Рима присвоено не за воинские подвиги. Цицерон оставил обширное литературное наследие, существенная часть которого сохранилась до наших дней. Его произведения уже в античную эпоху получили репутацию эталонных с точки зрения стиля, а сейчас являются важнейшим источником сведений о всех сторонах жизни Рима в первом веке до нашей эры. Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума. Глупости свойственно видеть чужие пороки, а о своих забывать. Через сомнения приходим к истине. В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключить из жизни дружбу – все равно, что лишить мир солнечного света. Никто не может дать тебе совет лучше, чем ты сам. Глупо быть жадным в преклонном возрасте. Что может быть абсурдней путника, который все увеличивает свои запасы на дорогу, все ближе подходя к ее концу. Красивые слова, пустое колебание воздуха. Каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупцу свойственно упорствовать в своей ошибке. Мы, едва явившись на свет, уже оказываемся в хаосе ложных мнений, и чуть ли не с молоком кормилицы, можно сказать, впиваем заблуждение. Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись. История свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины. Дружба дана нам природой, как помощница в доблестях, а не как спутница в пороках. Каждый человек – отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он и есть, в жизни. Предвидение будущего должно опираться не на предсказания и приметы, а на мудрость. Некоторые бывают людьми не по существу, а только по названию. Невелика заслуга, если человек честен лишь потому, что его никто не пытается подкупить. Лицо – зеркало души. Нет пользы мудрому в мудрости, если он сам себе не может помочь. Хвостливые речи – первый признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держат язык за зубами. Ошибаются те, которые во время благополучия думают, что навсегда избавились от невзгод. Не причиняй зла никому и делай добро всем людям, хотя бы только потому, что это люди. Дом, в котором нет книги, подобен телу лишенному души. Пока есть жизнь, есть и надежда. Умеренность уже богатство. Нельзя любить ни того, кого ты боишься, ни того, кто тебя боится. Справедливость без мудрости значит много. Мудрость без справедливости не значит ничего. Речь должна вытекать и развиваться из знания предмета. Если же оратор не изучил его, то всякое красноречие является напрасным ребяческим усилием. Первый закон истории – ни под каким видом не допускать лжи. Затем ни в коем случае не бояться правды. Не допускать ни тени пристрастия, ни тени злобы. Насколько кто сам себя ценит, настолько и друзья его ценят. Труд делает нечувствительным к огорчениям. Самое главное украшение – чистая совесть. Чьи уши закрыты для правды и кто не в силах выслушать ее из уст друга, того не спасет уже ничто. Ведь нужно не только овладеть мудростью, но и уметь пользоваться ею. Счастье следует просить у Бога, мудрость приобретать самому. Чем лучше человек, тем труднее ему подозревать других в бесчестии. Человек должен научиться подчиняться самому себе и повиноваться своим решениям. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться никогда не поздно. Продолжение следует... Продолжение следует...